Друзья, всем привет! Короче говоря, мы будем сегодня смотреть щенков Кинга. Вот они уже здесь, в этом маленьком вольере. Им уже очень мало места. Они сюда уже помещаются все целиком. Плюс надо постоянно убирать по 3-4 раза в день, да, получается? Ну, они могут чаще даже менять пеленки. Это плохой план, поэтому вот они к тебе тянутся, смотри, как здорово. Поэтому Аня сейчас берет первого щенка, и мы переводим их в большой просторный вольер, который в 4 раза больше примерно. И там они уже будут жить до следующего этапа своей жизни. Бегать будете? Там есть где побегать, там намного веселее. Сами будете выходить? Такая у нас куча малого. Даже смотри, игрушки играют они у тебя, оказывается. Там мы им тоже раскидали новые игрушки, эти возьмем с собой. Вот, Аня, ну бери первого щенка, ее понесли туда, и уже будем их там расстелять, и каждого раз смотрим подробно. Бери кого, выбирай кого. Как-то девочку один? Да. Наверное, тетя Нурбану к ним придет. Тетя Нурбану? Сейчас тетя Нурбану. Там вон в ней в углу, видите, сидит тетя Нурбану. Она их воспитывает. Аня купила ей красивую подстилку, и теперь она у нее там, как королева. Аня на супердиване, а Нурбану на суперподстилке. Она их воспитывает теперь. Она их воспитывает? Подходит к ним? Да, она с ними играется. А, да, через дверку, через это самое. Пойдешь? Нурбаша, иди сюда. К вене пойду. Иди ко мне. Пойдешь к малым? Мысли, ты прямо ее туда пускаешь? Да. Фига. О, ничего себе. Тетя Нурбанушечка. Ух ты. Она с ними играется. Да, она любит его. Она даже готова их по-моему. Она их моет, да. Убирать за ними готова лишний раз. Они, правда, у нее пытаются молоко найти, но не находят. Ой, ты, господи, боже ты мой. Какая любовь. Как она всех любит у тебя. Какая прекрасная собака. Жалко, что у нее больше не будет щенков. Очень жаль. Ну, кому-то повезло. Кто-то успел купить ее деток у нас. Хорошо. Она будет тетей у нас. Ну, ясно. Ну, ладно. Давай, Ань, тогда несем следующего щенка. Первого щенка. Я пошел в вольер, я тебя жду. Нурбану, иди сюда. Все, Нурбану тогда нагулялась здесь. А ты меня еще? Ты еще со мной хочешь пообщаться? Ну, давай пообщаемся. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай пообщаемся. Давай, морда красивая. Все, Ань, тогда давай. Пошли туда. И мы оказываемся, друзья, в питомнике. И начинаем заселение щенков. Здесь у нас уже постелены две пеленки питомник собак. Серая и розовая. Приготовлен, как всегда, наш любимый. Вот так. Маленький такой. Как это Аня называется? Манеж. Манежик или тазик, короче. Вот. Девчулька уже здесь. Девочка один. Так. А кто такой? Ой, вот там на меня смотрит кто-то. Ты посмотри. Идочка тоже хочет знать, кто здесь пришел. Ладно. Так, Аня, ну давай, рассказывай вкратце. Это у нас... Девочка один. Девочка крупная. Ага. Высокая будет. Да, большая. Лиловый триколор. Яркий подпал. Все хорошо. Ага. Друзья, на сегодня у нас в продаже шесть щенков осталось. Потому что два мальчика уже зарезервированы, да? Да. Все. Вот девочки все свободны. Соответственно, девочка один тоже свободна. Вот такая красотка. Все другие собаки меня тоже слышат в питомнике и радуются. Вот сейчас они привыкнут, что я здесь. Потому что они мой голос тоже хорошо знают. Что я их могу потискать. Ну что, красота. Лиловый триколор. Девочка по размеру, Аня, в хит-парад какой-то составишь из четырех. Она крупная, мелкая. Ну она как бы по весу, либо по размеру. Ну как-нибудь расскажи, чтобы люди поняли по размеру. Она высокая. Она высокая, самый высокий, да, по высоте. У меня самая высокая, самая высокая лиловая мерль, а на втором месте она. Ага, самая высокая лиловая мерль, она на втором месте. Понятно по высоте. Вот. Красивая, голова красивая. Нет, она красивая, девочка. Знаешь, что есть у нее? Что я забыла показать. Что там у нее? Белая грудка. Что не видно, что ли? Я не соображаю у этой красоты. Дизайн какой-то красивый. Крапп этот полный не видишь. Смотри, какой он. Он просто... Я думал, просто у тебя щенки грязные. Щенки у меня грязные. Смотри, какой он красивый. Короче, она еще лиловый триколор с крапиком. Очень красиво будет. Как у собак Босик Эннел. Да, там очень много мерли. Да, у них и мерли, и крапа много. А тут получается, нет мерли, но есть крап. Да? Ну, крап прям красивый. Мне очень нравится. Потому что белого у него много на груди. Он хорошо виден, когда она будет гол. Нет, он крупные крапинки, не мелкие. Прекрасно, да. Отличный бонус нам. Так, все, опускаем сюда. Да. И будем за ней пока следить. А ты неси девочку два. Девочки все пока продаются, друзья. Смотрим, как они осваиваются. Аня, у нас будет сегодня прикорм здесь еще? Дадим посмотрим. Ну, конечно. Мы уже давали первый прикорм. Посмотрим, как они теперь научились есть за те три дня, что меня здесь не было. Скорее всего, они уже соображают, что такое корм. И накинуться. Ну, что, девчонка, красотка. Сейчас на всех посмотрим. Смотри, какие они смелые. А помните, мы сюда заводили пакетов, что они экзотов. Они даже в этом же возрасте, но они даже боялись перешагнуть. Кому-то даже страшно было спуститься вот с этой высоты. А эта девочка просто сделала легкий шаг и вышла. Так, Аня. Аня, Аня, Аня. Так, девочка 2. Это у нас голубой триколор. Смотрим на нее внимательно. Аня, что у нее? Она крупная. Она очень. Она очень. Она именно тяжелая. Она широкая такая. А по весу она самая тяжелая? По весу она самая тяжелая. Значит, она, скорее всего, будет самая массивная. Да. Мне она больше всех нравится, кстати. Она, короче, немного на сантиметр буквально на ногах. Но она прям такая красивенькая девочка. Ну, мы можем говорить, что они все будут в типе, скорее всего, XL или XXL. И, возможно, вот девочка 3 будет в типе стандарт. Вот у нас такой прогноз. Ну, XL точно? Да. Насчет XXL рано еще говорить. Одна девочка сильно меньше. Следующая будет, да? Одна девочка точно стандарт. Да, она прям маленькая. Вы увидите ее в следующем выносе, приносе. Ну, не такая уж она уже и маленькая. Не такая уж. Ну, у мамы Барселона тоже не такая уж и маленькая. Ее тоже, смотри, какой крап. О, тоже крапики. Они все крапики. Офигенно. Не все. Не все. Не все. Понял. Ну, многие. Да. Целых две уже есть крапушки. Сейчас узнаем, сколько еще. Так, ну что, класс. Такая крутая. А, нет, я заметил, короче, помнишь, экзоты не могли в шаг сделать отсюда. А это сразу шаг и пошла. Это же уже большие собаки. Да, это красные собаки. Все? Садим ее к сестре. Ну, подпал красивый какой. Она очень красивая, яркая девчонка. Вот три какой. Я не знаю, почему до сих пор на нее никто не посмотрел. Ну да, из девочек она, конечно. Она такая крутая. Она именно будет такая тяжелая, широкая, видимо. Не похоже, что она. Даже в таком возрасте, когда уже начинает возраст таких смешных собак, они вытягиваться начинают, да? Она нифига не вытягивается. Она, наоборот, вон какой широченный головастик. Такую хочется себе оставлять. Такую, да, я бы тоже думал. Ну ладно, пока остается. Пока свободно. Пока она свободна на момент записи видео. А в углу будет титр. Свободна ли на момент выхода видео. Ну все, тогда я к сеструке. Посмотрим, как она будет себя вести. Оглядывается на меня, смотрит. Мы тебя себе оставим. Ты такая классность. Если кого-то оставлять, то ее, наверное. Ой-те-господи. Совсем такие заметно, что там прям шире спиной, Аня. Ну что, смотрим, как эта девочка себе здесь будет привыкать. Тут у нас здесь розовая пеленочка. Кстати, розовые пеленочки, друзья, будут в продаже в магазине «Питомник собак» на Вайлдберрис. Либо в конце февраля, либо в начале марта. Мы уже их шьем. Так, Аня внесет девочку. Мини-барселоночка, да? Не мини-барселона, а барселона. Я не могу. Это морда там высматривает все. Идочка. Контролирует. Жалко, ближе подойти. Нельзя, она сразу смотрит. Идочка замечательная. Тоже эксельчик. Так, что ты говоришь, мини-барселоночка? Ну, она как Барселона, аж не меньше Барселоны. Да, скорее всего, не меньше будет. Такая, она так хорошо подросла за эту неделю. Такая молодец девочка. Умненькая. Умненькая, да? Да, умненькая. Заметила, что она... Ну, кстати, заметно она, у нее взгляд такой более... Достаточно активная такая девчоночка. Кушать любит больше всех. Ну, а крас точно такой же, как у предыдущей, но без крапа, да? Ну, немного другой. У той и подпал другого цвета, и сам голубой другого цвета. Голубой, да, у нее светлее, а подпал, по-моему, такой же бледный. Вот. Ну, покажи нам грудку, чтобы мы убедились, что у нее нет крапика. Вот так выглядит грудка без крапика. Она белоснежная. Девчонечка маленькая. Ну, сейчас мы ее посадим в гнездо, и уже будет видно, что она меньше всех. Классная девчонечка. Тоже свободна. Но она уже не сильно меньше. Раньше она сильно отвечала. Да, может, что, может, и догонит? Может, и догонит. Ну, посмотрим. Ну, сейчас, видишь, пока они маму ели, может, она там, ей не доставало чего-то. У нас свой корм перешли, ей хватает, и она начала набирать. Поэтому... Ну, мы не так много выращивали XL и XXL, и поэтому вдруг еще и догонит. Ну, что, давай, идет ко всем. Заодно увидите расстояние, какого она размера, и сильно ли она... Слушай, ну, не сильно. Слушай, она была... Не сильно. В прошлый раз у тебя был 5 дней назад, она была прям гномик. А сейчас она уже не сильно. Сейчас она почти выровнялась. И при этом она у нас стоит в два раза дешевле, чем сестры. Вот на момент выхода видео. А поскольку она сейчас дешевле, есть возможность кому-то сейчас купить ее с прогнозом, что, может, она и вырастет до тех же размеров, что и сестры, которые стоят в два раза дороже. Вот такой расклад. Давайте наблюдать за ними. Кто-то самый умненький, кто-то самый смеленький. И ждем девочку 4 Мерловую. Мерли у нас мальчик и девочка самые дорогие. Причем мальчика зарезервировали в первый же день практически после рождения. А девочка еще свободная. И сейчас мы на нее посмотрим. Идочка тоже посмотреть бы хотела, но ей не показывают. Так, ну светлая пошла. Какая светлая. Слушай, ну это прям... Крутая. Это Ань, да. Это прям... Мне ее темперамент очень нравится. Вот она прям выглядит на полмиллиона у тебя в руках. Ну-ка в полоборота покажи нас. Вот так, да, лучше всего. Вот просто красота. Это Ань просто... Она шикарная. Она самая высокая девочка. Да у нее и морда такая шикарная. Это Кинг. Да, да. И характер Кинга абсолютно. И Кинга характер. Я вот пусть повесила. Она такая вот первая, знаешь, продумает, что-то думает. Это королева. Да. Это просто Аня шикарная щенок, Ань. Я в восторге. Она настолько эффектная. Она сейчас просто вышла и всех затмила. И экстерьером, и окрасом, и... Ну просто тут даже нечего слов сказать, друзья. Я даже хочу ее сам потрогать. Потрогай мягенько. Мягенько. Ой, шерсть, шерсть такая нежная, бархатная. Ну ты прелесть. Слушай, лапа классная. Да, красота. Ну что, давай ее. Тут ничего показывать, нахваливать. Тут все видно по видео. А че мы уснули все тут? Че мы сразу спать собрались? Да, спать легли. А че мы такие соньки? Привет. Девчонки все в сборе. Все девчонки здесь. Четыре девочки. И сейчас еще будет четыре мальчика. Не плачь. Не мой, сенечка. Мы привыкаем. Здесь вам удобнее будет? Конечно, удобнее. Здесь есть дополнительные звуки других собак, к сожалению. И бегать здесь можно. Зато бегать здесь полно места. Смотрите, сколько здесь места. Вот я отхожу, отхожу, отхожу. Отхожу. Ух! Места полно. Вот, друзья. Ждем мальчиков теперь. А вот такие, друзья, серые пеленочки сейчас уже есть в продаже все размеры. Ну, только сеточка, только плетеночка будет чуть покрупнее. Заказывайте в нашем интернет-магазине на ВВ. Там сейчас еще есть все размеры хаки. А в течение месяца будет в продаже, значит, розовый, все размеры шоколадный. И будет новый цвет. Не однотонный, а с интересным рисунком. Итак, Аня, начинаем, продолжаем, начинаем с пацанов и продолжаем, щенков, смотреть Кинга и Барселоны. Вот такой классный пацан. Ну, этот мой, мой, мой фаворит здесь. У него сразу была такая мордочка интересная, она такая осталась. Вот здесь вот такие складочки у него сразу были видны. Мы за ними следили. И вот это уже пес. Это уже видно. Так, сбоку, что мы там как выглядим? Сбоку мы тоже красивые. Лиловый триколор, друзья. Мальчик, шикарный, эксель, прям видно перспективный, сразу же такой гладненький. Костяк такой хороший лап. Костяк прям, да, наверное, скорее всего, именно костяк. Я вот не умею так, как вы замечаете, все плюсы белые, да? Тут крапа поменьше. А, есть немножко? Есть? Меньше. Ясно. Я вот почувствовал, что он объемный, но не смог это сказать. Сейчас смотрю, действительно, лапище. Смотрите, просто ох. Ох, ох, ох. Какой классный. Офигенски. Просто нереальный. Просто супер. Выглядит, как умная собака. Ну, он умный. Он умный, да? И он такой уравновешенный. Он менее активный. Он такой думающий. Да. Больше думающий. Ладно, ну, хорошие фото мы уже делали. Сегодня мы просто сам процесс снимаем, Аня. Давай тогда. Девчонкам его. Сейчас всех разложим. И будем уже... Принесем им корм. Они наверняка уже... Они уже научились корму. И наверняка на него накидываются, да? Ну, они еще не накидываются. Еще не врубаются, да? Не всегда. Не, они едят, но не так, чтобы накидываться. А, ну, потому что мама. Есть вариант с мамой. А теперь у них есть вариант с мамой. Ну, мамы уже почти нет. Мама сейчас уже один раз в сутки. Ты сегодня уже больше ее сюда приводить не будешь или посмотришь? Нет, ей уже все. Все, последний раз она сегодня их покормила, да? У нас скелета побольше уже куда едет. Все, я тебя понял. Ясно, ждем мальчика 2. Продолжаем, друзья. Мальчик 2. Ну, морда. У нас вчера зарезервировали мальчика 3. А мальчик, они очень похожи. Выбирали между 2 и 3, выбрали мальчика 3. Смотрим на мальчика 2. Сейчас он свободен на сегодня. Он прям за мной, смотри. Я куда поворачиваю, он за мной следит. Я такого еще не видел. Вы посмотрите, друзья. Посмотрите, он именно за мной следит. Глаза переводит. Ты чего, друг? Ты меня удивляешь. Обычно так не бывает. Вы обычно куда-то там либо отстраненно смотрите. Он такой красавец. У него как будто, знаешь, голова чуть-чуть другая. Есть такое? Ну, они разные все еще. Да, вот он, мне кажется, совсем на Кинга не похож. Может быть такое? Да, на Кинга он не похож. Да, он другой, наверное, будет. Он что-то между Барселоной и Кингом. Да, он что-то среднее. Так, но он голубой трикоор с под палом, без крапушек. Если бы они были, мы бы их не увидели, наверное. Как красиво трикоор, друзья. Посмотрите, как красиво под палом. Это такое бывает далеко не в каждой породе. Практически нет белого. Да, только у були такое. Еще у нескольких пород. Ну, все, идет ко всем. Осталось нам посмотреть еще два мальчика. Они вообще спать легли. Не всем-то здесь особо интересно, я смотрю. Она чувствует себя королевой. Она же и есть королева. Она похожа в босс этой банды. Больше всех дает вид о себе. То есть все уже успокоились, смотрите. Ну, мы ее, конечно, только что последние принесли. Но она ведет себя так. Доминант. Посмотрим, может, пока мы двух мальчиков еще смотрим. Она уснет. Это мы узнаем чуть позже. Так, мальчик, которого зарезервировали вчера в город Новороссийск. Поедет совсем недалеко от Крыма. Наверное, никогда их, может, даже хозяева сами за ним приедут. Что тут ехать-то? Это когда Анапа еще полчаса. Поэтому два часа, три и приехали. Так что, может быть, мы лично его передадим. А может, они, конечно, будут забирать там за мостом доставкой. Как им удобнее будет. Потому что не все могут лишний раз целый день прокататься. Вот, мальчик красавчик. Ну, что смотреть. Раз его зарезервировали. Видно, что он классный. Видно, что он очень красивый. Вот снимаем видео, можно сказать, специально для хозяев. Чтобы они тоже увидели его. Ну, сейчас они его увидят в общей массе. Так что давай туда. Кабанчик наш. Кабанчик, да. Кстати, я его и называл кабанчик с самого начала. Он и выглядел кабанчиком. Он крупненький. А кто из них самый крупненький из парней? Из парней двое. Так, все потихонечку. Здесь очень тепло. Но они, смотрите, как щенки ведут себя. В кучку собираются. Я так и не понял, кто самый крупный из парней. Ну, не все. Кто-то больше так, кто-то на весах. Понятно, примерно одинаковый. В принципе, все одинаковые. Будут еще друг другу. Этого парня зарезервировали самым первым. Это копия Кинга в мужском исполнении. Это мальчик 4. Вот такой красавчик. Тоже мерль. Очень красивый. Давай сбоку, Ань, посмотрим. Тоже показываем видео для хозяина. Чтобы он видел, как мальчик его развивается. Их. Вот. Ну, яркая вспышка тоже. Красок этот мерль. А крас, конечно, тут эксклюзив. Как у сестрички, да, Ань? Ну да. Давай его ко всем. Без скраба у тебя. Без скраба. А бывает мер с скрабом. Это вообще, наверное, жесть. Ну да. Ну что вы тут? Да все, упаковались. И даже девочка зауснула. Вы спать собрались. Все, они ничего не хотят больше. Вы не хотите кушать совсем? А кушать? Мы им предложим, конечно. Кушать кто будет? Кто хочет покушать? А? Что это мы уснули? Классно вам тут спать, скажу, удобно, да? Удобно здесь будет спать? Ну? Еду нести? Скажи, да тут нормально? Хороший таз, нам нормально? Угу. Здесь можно прямо трамбоваться. О, Паша, Паша. О, мер с мерлем. Видишь, разные. Видно, насколько разные мерли. Оттенок. Да, желтоватый и сероватый. Теплый и холодный. Четко окраска кукинга. Даже у кукинга вот здесь такие же примеры. Угу. Кучка. Ну смотри, очень редко было, чтобы мы переводили щенков в этом возрасте. Они занимали весь тазик. Ну да. Восемь щенков скоро. Да, вот этот тазик им буквально неделю скоро. Я думаю, да, через две недели им два таких вольера надо будет. Два таких тазика, да. Ладно, давай, неси еду, что ли? Конечно, Аня. Всех посмотрели? У тебя уже все готово? Конечно. Шикарно. Игрушки ему не нужны. Мы раскидали. Скорее всего, они до них. Они просто уснули. Ань, подожди секунду. Ань, Ань, иди сюда. Сейчас хороший кадр можно снять, как они вылезают оттуда. Не получится их так расставить всех, нет? Ну, на обложку видео, чтобы... Думаешь, они все будут одновременно? Ну, просто вот они сейчас втроем-четвером смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ты ко мне подошел? Он ко мне подошел, друзья. Ой, господи, кингуся. Он подошел, он подошел ко мне. Он нежнятина. Так, Аня, рассказывай, что у тебя сегодня в меню? Роял конин папи размоченный. Как всегда, друзья, наше лучшее блюдо, на котором выращены все пометы наших щенков. Последние 10 лет. Кушать? Так, смотрим, что будет дальше. Чавкалки. Кушать. А что, мы не хотим выходить, что ли? Мы стесняемся? Ну, так надо выйти, а не плакать. Так, кто сможет выйти? Проверяем, кто самый смелый в плане. Это называется, кушать очень хочется, а выходить очень страшно. Аня поможет, если что. Так, 4 щенка вышли. Ну и что? 4 осталось. Так не с той стороны ты выходишь, потому что. Пошли. Не плачь, пошли. Вот так. И ты не плачь. Пойдем, я вам покажу, где вышел. Давай. Вот так. Все. Так, 4 Аня помогла. Сейчас все потихонечку дойдут. Смотрим, как это выглядело сверху. Они же еще никогда не перешагивали. Там же в вольере нечего перешагивать. Нечего перешагивать, да. Перешагивать тоже надо учиться. Так, Ань, сними с себя этот самый и положи им туда. Послушаем, как всегда, чавкалки. Так, Аня кладет туда микрофон. Мы по традиции так делаем. И слушаем, как они чавкают. Молчим. Красавцы. Ну, мерливая, конечно, выделяется. Ей больше не надо? Ну, она прям звезда. Вот мерлик мерлик, как всегда. Так приятно смотреть, когда детки. Кушают. Да? Когда все хорошо, всегда приятно. Тем более, когда они крупные, даже как-то за них спокойнее. Правда? Ну, потому что крупные. Ну, что крупные? А маленькие такие беззащитные, когда с ладошкой. Угу. Все здесь. Чего ты расстраиваешься? Гвостики у нас остались у всех полные, да? Конечно. У тебя там кто-то ушел. Мальчик один? Угу. Он даже, мне кажется, умничка. А ты подтвердила, да, что он умничка. Да, он молодец. Он даже сейчас не лезет в толпу, он пошел в сторону. В принципе, мне нравятся щенки умные. Они такие... Все, да? Понятливые. Угу. Подвижные. Ну, а Кинг у нас у Барсиона какие, да? Ну, да. Барсиона вообще гениальная. Кинг еще пока дурашка, но он послушный. Он... Представляете, там узко проходы, вот эти ступеньки вниз. И Кинг все спускался, сам сидел, ждал. Вокруг него другие собаки проходили, другие люди. Всем страшно было рядом с ним. А он такой, хоп, а еще. И на поводке умеет ходить. Да, смотри, залез точно. Ну, три ноги залезло. Еще одна нога осталась. Что-то надо цапнуть, что-то потянуть. Ай, вот молодец. Ты моя умница. А, это девочка. Это Мэйзика. Да, девочка три, которая самая мощная. Девочка два, которая самая мощная, да. Да, она красавица. А вот, по-моему, самая маленькая девочка. Потерялась. Потерялась, скажи. Так много места, скажите, что можно потеряться. Идет к тебе девочка. А вот эта девочка, понятно. Ты вот продаешься, девочка, вот она, девочка продается меру. На сегодня. Но титры будут правильные стоять. Может, уже, пока я монтирую, уже зарезервирую. Ну, сейчас, друзья, задержки большой нет по видео. Скорее всего, то, что вы сейчас вот смотрите, это снято на этой неделе. У нас задержка бывает только, когда мы роды показываем, потому что там очень много событий. А здесь все. Смотрим теперь, как они развиваются в режиме онлайн. Ну, вот, отлично. Пока пеленки у них здесь будут, да, Ань? Ну, да. Первое время, потом уже можно будет. Пока они их уничтожать не начнут. Пока они начнут их уничтожать, да. Кстати, кто-то из... Нам недавно пришел на Валберс негативный отзыв на пеленки. Посмотри, Ань, какую фотографию человек прислал. Вот, смотри. Короче, там пеленки разорванные просто в коче. И человек написал, что плохие, поставил одну звезду. То есть, вообще, как будто кормили собак этими пеленками, либо использовали их как игрушки, дали щенкам, взрослым на растерзание. Мы, друзья, вот видите, вот сейчас щенкам сколько недель получается? Четыре. Четыре недели. Четыре недели, пока пеленки им нормально. Даже эксели. Две недели. Еще две недели они не будут. А если мы двухмесячным экселем дадим, то они, конечно, их раздерут. Даже самую прочную нить. А если даже будут из металла, из металлической лески сделаны, они уже будут раздирать. Потому что надо понимать, что ткань для щенков только под присмотром, как минимум. Мне платье. Поэтому, друзья, надо правильно эксплуатировать. Вот, например, вот эта пеленка, видите, там уже у нее есть. Кто-то зубками дошел. Но этой пеленки уже, ну, сколько? Ну, года два, наверное. Вот с этим рисунком года два уже производится. Вот, это еще старый рисунок. Ну, вот, да. Круто растет. Но ей уже очень много. А этой розовой, ну, может быть, полгода. На ней еще даже вообще нет следов. Так что, друзья, рекомендуем, заказывайте в интернет-магазине «Питомник собак» пеленочки. Там есть сейчас серые хаки всех размеров. А скоро будут еще шоколадные и розовые в наличии. Так что следите, заказывайте, пишите отзывы. Так, Аня, ну что получилось, что они съели все практически? Да, они наелись. 80% съели и начинают расходиться. Так, друзья, переходите на сайт питомников в закрепленном комментарии. Там указаны фотографии всех щенков, указаны цены на всех щенков, указано наличие щенков. Ну, и в закрепленном комментарии есть контакт Яне. Лучше всего ей написать в WhatsApp или в ВК. И она всегда вам пришлет новые свежие фото и ответит на все вопросы. Так что еще 6 щенков на сегодня ждет своих хозяев. Побудем смотреть, как они подрастут. Аня, какой следующий этап? В смысле? Аня забыла. Через месяц скупирование ушей, да? Ну да, скрининги сердца, скупирование ушей. Через месяц, намного раньше. А, они же крупнее, так что им можно раньше. Да, мы им в 50 дней будем купировать уши. В 50 дней, а сейчас им 30. Ну да, через 20 дней. Через 20 дней будем купировать уши, проверять сердечко. Тоже важный этап, чтобы все были здоровы. Вот. Ну, мы, как всегда, вам все расскажем о результатах. У каждого щенка будет заключение кардиолога. У нас всегда все честно, открыто. Будем надеяться, что все здоровы в этом помете. По сердечку, потому что селекция по сердечку ведется в питомниках. И должно быть. К сожалению, это не всегда так работает, что в 100% случае. Но будем надеяться, что все здоровы. Ты мой родненький. Домой. Это которого зарезервировали? Да, это мой любимый мальчик. И мой еще один. Ну, еще через месяц. Мы бы могли туда пойти спать. Через месяц приедет в Новороссийск, будет уже к своим хозяевам прижиматься. Наня, классные щенки. Здорово ты их выращиваешь. Приятно всегда посмотреть, какой у тебя порядок, чистота, красота. Ну, и самое главное, посмотреть на здоровых, красивых, сильных, эффектных щеночков американского буля. Все, пусть растут здоровыми, пусть у тебя все будет хорошо, пусть у тебя будет меньше всего забот. А мы их увидим чуть позже. Друзья, если было интересно это видео, то ставьте лайк снизу. Пишите обязательно какие-нибудь комментарии, они помогают продвижению нашего видео. Если не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. И мы с вами непременно, обязательно увидимся. Я растягиваю прощалку, чтобы ты всех переложила под конец. Обязательно увидимся в следующих видео. Заходите, проверяйте. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал Питомник Собак. Там все самое интересное. Там анонсы новых видео, анонсы стримов. Там будут проводиться каждый месяц розыгрыш пеленок в нашем телеграм-канале Питомник Собак. Он совершенно бесплатный. Вы можете просто найти в поиске, написать в телеграме Питомник Собак. Увидите мордочку Сильвера на зеленом фоне и подписаться, и быть в курсе всех дел. А еще я туда иногда выкладываю видео, которое я записываю для спонсоров, спонсорскую группу. Так что обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Питомник Собак. Все, друзья, всем пока.